Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Известны результаты полуфинальных поединков чемпионата мира по бильярду у женщин. Расскажем, кто из спортсменок поборется за победу. Новый дом. В Ханты-Мансийске в большое плавание отправились 25 тысяч мальков стерляди. Новый дом. Врачи Сургутского перинатального центра выхаживают павлика. Расскажем о современных технологиях и о том, как медики тренируются принимать роды. Собака-друг человека. Будильник, а еще спасатель. Югорчане благодаря четвероногих друзей. И обо всем подробнее прямо сейчас. Россиянки сыграют в финале чемпионата мира по бильярду «Свободная пирамида». Сегодня в столице Югры состоялись два полуфинальных поединка. За первым столом успех праздновала восьмикратная чемпионка мира Диана Миронова. Она убедительно переиграла соперницу из Белоруссии со счетом 6-2. В финале она сыграет с москвичкой Элиной Нагулой. Та, в свою очередь, победила еще одну бильярдистку из Москвы Марию Карпову со счетом 6-3. Финал состоится завтра в 12 часов по югорскому времени. В принципе, я довольна, так как я заняла третье место. Ну, хорошее начало было, немножко смазанная концовка и конец середины встречи. У меня какое-то волнение было, какой-то мандраж. Ну, в целом, в принципе, то, что я в тройке, это уже хороший результат. Я так считаю. Планирует ли «Югра» вернуться в КХЛ? Какие изменения ожидаются в составе и готова ли команда повторить успех прошлого сезона? На вопросы журналистов сегодня отвечали генеральный директор клуба Василий Филипенко, главный тренер «Югры» Вадим Япончинцев и наставник «Мамонтов» «Югры» Олег Таугер. На этой неделе старшая команда вернулась с предсезонного турнира, где завоевала кубок Николая Дроздецкого. К слову, это второй трофей за предсезонку. Все это говорит о том, что хоккеисты подходят к сезону в хорошей форме. Несмотря на то, что команду покинули несколько лидеров, например, Никита Тертышный попробует себя в этом сезоне в КХЛ за Челябинский трактор, хорошо в предсезонных турнирах себя проявила молодежь. Поэтому своих звезд «Югра» еще откроет. Благодаря, да, хорошей работе на летнем, как говорится, в межсезонье была проведена хорошая работа со стороны менеджера, и со стороны, да, вместе прорабатывали игроков. Я думаю, что мы, как говорится, пусто, места не бывает, да, то есть на эти роли лидера должны прийти другие лидеры. Межская работа проведена во всех подразделениях клуба. Мы готовимся, он уже совсем скоро начнется. В прошлый сезон, да, в прошлый сезон, все службы, тренерский штаб, команда, все-все отработали отлично, да, и, конечно, хотелось бы с этой планки будем стараться, как говорится, удерживать, может даже и повышать. А вот «Мамонты» и «Югры» начнут с чистого листа. Дело в том, что в этом межсезонье у молодежки сменился наставник. Сейчас тренирует команду Олег Таубер. Ранее специалист работал с игроками детской спортивной школы «Югран». У «Мамонтов» обстановка также благоприятная в команде. Команда обновилась, то есть очень сильно, да, привлечены ребята 2004-2005 годов рождения, которые в прошлом сезоне хорошо зарекомендовали себя в детской спортивной школе 2005-й. Мы знаем, что стали бронзовыми призерами чемпионата России. К Новому году в Сургуте запустят еще одну школу почти на тысячу мест. Ее возводят в 33-м микрорайоне города. Объект сегодня посетила губернатор «Югры» Наталья Комарова. В ходе визита было решено внести коррективы в строительный проект и дополнить его футбольным полем. Открытие этого образовательного учреждения в микрорайоне уже ждут давно. Рядом есть только начальная школа, и старшеклассникам приходится ездить в другие районы города. Отмечу, сдать объект подрядчики должны были еще в прошлом году, но из-за пандемии темпы строительства снизились. Сейчас школа готова на 80%. По планам строительно-монтажные работы должны завершиться к ноябрю. Выпускники в пятые классы распределялись в соседние территории. И учитывая, если вы помните, что это школа, которая набирала по 16 первых классов, то, конечно, крайне востребован в этом микрорайоне этот образовательный объект именно с точки зрения продолжения территориальной доступности, ну и вообще создания новых современных учебных мест. Команда Югры подведет итоги муниципальных стратегических сессий. На них неравнодушные жители, активисты и волонтеры, общественники предлагали идеи по улучшению жизни в своем населенном пункте. Эти инициативы уже включены в карту развития Югры, народную программу «Единой России». Отмечу, ее с авторами стали почти 265 тысяч угорчан. Уже завтра, 28 августа, в Сургуте состоится итоговый форум «Команда Югры». В нем примут участие полномочный представитель президента ВУРФО Владимир Якушев и губернатор Югры Наталья Комарова. В студии мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» в онлайн-формате соберутся участники муниципальных этапов форума. Эфир будет транслироваться во всех социальных сетях главы региона. Начало в 12.00. В Сургутском центре охраны матери и ребенка запустили симуляционный центр. Запланировано, что практиковаться здесь будут все. Опытные врачи, молодые медики, а также студенты. Прежде чем подойти к роженице и младенцу. Вообще же родильный дом пока хоть и закрыт для пациенток, но в нем уже кипит жизнь. Параллельно с процедурой лицензирования медики обживают площади, завозят оборудование и налаживают все процессы. Первые роды в единственном таком высококлассном перинатальном центре за Уралом обещают провести уже в канун этого нового года. Подробности у Ольги Придохи. Этот манекен, он прям чувствует, что с ним делают. Вот, например, сейчас моя коллега будет проводить искусственную вентиляцию легких. Видите, сразу же загорается, что эта манипуляция оказывается. Эта кукла совсем не игрушечная. Врачи уже ласково прозвали Кроху Павликом. Он, по легенде, родился раньше положенного срока. Каждый день Павлика спасают от разных сложностей, с которыми сталкиваются полуторакилограммовые младенцы. Ему помогают дышать, есть и набирать вес, а еще берегут нежную кожу от ран. В центре охраны матери и ребенка уже завели негласное правило. Перед родзалом или реанимацией с младенцами и мамами сначала врачи, опытные и начинающие, будут тренироваться в так называемых фантомных операционных. Не позанимаешься спортом, да, месяц и все забыл. Вот точно так же и врачебные умения. 10 тысяч нужно повторить каждую манипуляцию, которую ты применяешь в своей практике, чтобы она вошла в твои пальчики, в подкорку, и чтобы все это автоматически выполнялось. А чтобы эти 10 тысяч, правила 10 тысяч было, нужно постоянно тренироваться. Таких умных манекенов, как Павлик, у медперсонала Центра охраны матери и ребенка нескольком есть и крепыши, которые появились на свет вовремя, и сами мамочки. Смоделировать в симуляционном центре можно практически любой сценарий родов и их осложнения, чтобы всегда держать в тонусе всех, кто причастен к процессу родов. При этом оценку квалификации врачей и медсестер дает сама техника. В зависимости от скорости реакции, правильности принятых решений и, конечно же, результата. Аналоги такого симуляционного центра, они на самом деле в нашей стране единичны. Это последний уровень развития технологий симуляционной медицины. Это вы видели сегодня фантомные классы, фантомные операционные, фантомные родовые залы. Это единичное абсолютно подразделение территории страны. Таким образом, мы считаем, что уровень помощи в данном учреждении будет достаточно высокий. И мы можем гарантировать нашим пациенткам благоприятные роды. Симуляционные залы в центре охраны материнства и детства уже работают. Параллельно с врачами на объекте все еще находятся строители. Вот уже несколько месяцев центр проходит процедуру лицензирования. Завершится она к зиме. Мы на объекте присутствуем фулл-тайм, без перерывов. Мы все замечания, которые поступают, устраняем. В общем, ничего фундаментального мы пока не получили. То есть никаких замечаний, для устранения которых необходимо передвинуть здание или нарастить лишний этаж, такого, к счастью, нет. То есть все остальное рабочие вопросы. Прямо перед Новым годом, 27 декабря, если все пойдет по плану, здесь примут первые роды. Центр охраны матери и ребенка накануне посетила губернатор Югры. Наталья Комарова отметила, центр будет принимать не только сургутянок. Вся логистика уже выстроена и с крупными городами, и с удаленными поселками. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал Югра, Сургут. 153 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Югре. Как сообщает оперативный штаб, заболевшие есть в 20 муниципалитетах. Больше всего их в Сургуте 30 новых случаев. Чуть меньше 27 в Нижневартовске, 17 в Ханты-Мансийске. У большинства пациентов наблюдались признаки ОРВИ. 32 человека переносят пневмонию. У четверых обследованных заболевание протекает бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции в Югре на 0,04 ниже единицы. Сейчас 130 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. А вот 255 человек за минувшие сутки вылечились от ковида. Какие еще новости обсуждают югорчане в интернете, расскажем в нашей следующей рубрике. Органы власти активно обрабатывают сообщения югорчан под темой коронавирус. С 16 по 22 августа на тепловую карту ЦУР Югры поступило 684 сообщения. Чаще всего жители округа спрашивали о поставках вакцин в медорганизации региона, о том, как оформляются прививочные сертификаты и как проходит процедура вакцинации при госпитализации. Активнее остальных вопросы задавали жители Коголыма, Сургута и Нефтьюганска. Число таких сообщений продолжает снижаться. Отмечу, что по всем обращениям жители округа в соцсетях провели проверки. Так, дело о работе развлекательного центра в Нягоне в период пандемии уже находится в суде. Школьники всего региона могут принять участие в конкурсе социальной рекламы «Югра против наркотиков». Его организует окружная государственная библиотека. До 1 сентября подростки от 12 до 18 лет могут отправлять свои плакаты на почту учреждения с пометкой на конкурс. Творческое соревнование пройдет в два этапа. Победители и призеры муниципальных отборов встретятся в финале. До 30 сентября эксперты определяют лучшие работы. По итогам конкурса организуют выставку. Югорские всадники примут участие в международном фестивале «Спасская башня». Он пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября. Сразу три югорчанки выступят среди 16 сильнейших спортсменов страны. Отметим, что фестиваль «Спасская башня» – один из крупнейших в мире военно-музыкальных фестивалей. В Нижневартовске приступили к решению ключевой транспортной проблемы. Строительство участка улиц Северной и Салманово должно помочь жителям новых микрорайонов. Пока им приходится добираться до своих домов в объезд. После завершения в центр города можно будет попасть, минуя большие пробки. Участок магистрали строители планируют проложить за три года по программе «Стимул». Стоимость проекта – 840 миллионов рублей. Это средства федерального, окружного и муниципального бюджетов. Подробности у Алексея Шабанова. Вот так мечты вортовчан постепенно становятся реальностью. Теперь на новую часть улицы Северной можно посмотреть не только в проектах. Об этой дороге в Нижневартовске складывают легенды. И действительно, вортовчане ждали ее много лет. Она должна существенно разгрузить въезд в город. Дорогу, конечно, еще предстоит построить. Но самый главный, самый ответственный этап – вот этот первый. Здесь нужно было осушить болото, глубина которого в некоторых местах достигала 4 метров. По соседству было озеро, где обитали дикие утки. Водоема больше нет. Сейчас подрядчики проводят вытарфовку грунта. В день отсюда вывозят до тысячи кубов. Общая протяженность 2 километра 600 метров. Объем по вытарфовке 100 тысяч кубов. Отвал, вывоз на полигон, ну и завоз грунта. Со строительством ливневой канализации должна решиться еще одна проблема ближайших микрорайонов. Ранее их постоянно затапливало. Воду приходилось откачивать. Уже сейчас строители провели отсыпку, а через пару лет полностью закроют вопрос. Сейчас вода может собираться только с территории микрорайона. И если дожди, да? Да. Ну, тогда ей нужно откачивать. Мы сейчас корректируем проект. И будет предусмотрено здесь ливнеприемники, чтобы вода, которая с микрорайона будет собираться, она уходила в ливневую канализацию. Полностью проект завершат в течение трех лет. Тогда новая дорога соединится со старым отрезком улицы Северной и разгрузит интернациональную. Пока въезжающим в город утром и вечером приходится стоять в пробках. Это дает возможность нового строительства. И эта дорога, как составная часть этого проекта, она дает развитие 40-го микрорайона, 42-й получается. И мы выходим полностью, да. Как раз для того, чтобы, как вы говорите, обеспечить, разгрузить выезд, въезд в город. До ноября нынешнего года должны провести выторфовку и поменять покрытие. В следующем примут за укладку асфальта и благоустройство новой магистрали. Алексей Шабанов, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневарковск. Лошади, козы и ослики. В Белаярском клубе «Северный ветер» пополнение. Новые подопечные теперь будут заниматься с особенными детьми. Здесь их катают на животных и учат ухаживать за ними. А пока персонал знакомится с повадками дипломата. Так тут окрестили коня тяжеловеса. Хотя дети этого гиганта называют просто Димкой. Конь племенной и хорошо объезженный. Для такого великана сделают на заказ с Брую. Он будет возить и карету, и всадников. А еще в клубе поселились мамы с детьми. Пони-зайка с жеребенком-рыжиком и ослица-ася с осликом-носиком. К ноябрю в клубе заработает крытый манеж. Его построят на средства гранта губернатора Югры. Характер у него добрый. Он вообще спокойный. Самый спокойный лошадь, что у нас есть на конюшне. Гулять с ним легко. Сказал, стой, он стоит. Спокойный у него характер, хороший. Сегодня в Ханты-Мансийске 25 тысяч мальков сибирского осетра выпустили в дикую природу. Это часть проекта по восстановлению экологического ущерба, нанесенного нефтяными компаниями. На месте события побывал наш корреспондент Василий Сысоев. Сибирский осетр – рыба довольно редкая. Между прочим, занесенная в Красную книгу. Поэтому очень важно сохранять ее популяцию. Этим занимаются по всей Югре. Сегодня выпускают в реку 25 тысяч особей. Причем по программе восстановления помогают нефтянники. Выпуск осуществляется в целях компенсации вреда водным биоресурсам, который был причинен в результате рыва продуктов провода в Нижневартовском районе в марте этого года. То есть компания, которая учинила ущерб, его компенсирует. Здесь хотелось бы отметить, что это первая партия. И до конца текущего года компания планирует это число довести до 150 тысяч мальков. В рамках реализации этой программы компания планирует до конца текущего года инвестировать более 1,6 миллиардов рублей. В реку сегодня отправляются вот такие вот богатыри. Навесок примерно 30 граммов. Это поможет им выжить уже в дикой природе. Сразу после того, как молодых осетров взвешивают, его отправляют в необычное приключение. По акватрубе он отправляется домой, в Иртыш. В артериях Иртыш и О, популяция именно искусственника, до 50% попадается искусственника. То есть работа не напрасная, она дает результаты. Ну и надеемся, когда-то все-таки появляется надежда, благодаря этому, что когда-то сибирский осетр выйдет из красной книги хантаматийской автономной, красной книги Российской Федерации. Ну и соответственно появится на столах у наших жителей. В этом году в реке Югры планируется выпустить 200 миллионов разных видов рыб. Это как осетровые, так и сиговые. Чир, пеледь, муксун. Все для того, чтобы сохранить биологическое разнообразие в Югре. Василий Сысуев, Антон Пироговский, телерадиокомпания Югра, Ханты-Мансийск. Во всем мире отметили день благодарности собаке. Верные питомцы становятся помощниками людям и в жизни, и на сложной работе. Они ловкие, смелые и быстрые. У них отличный нюх, а порой с некоторыми задачами они справляются лучше людей. Так за что и угорчане говорят собаке спасибо, узнавал Михаил Кичигин. Поймаешь? Нет. Сидеть. Смотри. Молодец. Дай мне. Четвероногого зовут Сириус. Сейчас ему год, и пусть невелик ростом, энергии в нем хватит на целую стаю. Порода корги отличается задорным характером, поэтому хозяину приходится соответствовать. Пес может пробежать не один километр, любит играть с мячом и очень рано встает. А еще корги невероятно умны. Сириус уже знает весь базовый набор команд. Да, еще раз. Молодец. Да. Да. Молодец. Ты артист. Вот мы с ним живем, наверное, уже скоро год будет. В октябре будет год, да, как он к нам приехал. И за все это время я не нашел ни одного повода его не любить. Мне кажется, я с каждым днем люблю все сильнее, так же, как и он меня. И я, на самом деле, этому мальчугану очень благодарен за то, что он меня каждое утро будит. Если можно его так назвать, это мой маленький персональный будильник. Да? Из-за кошки не бегает. Общение с питомцами не только приносит хорошие эмоции, но еще и лечит. В Югре, например, специально обученные собаки помогают детям с ментальными нарушениями. Они учат их устичивости, внимательности и социальной адаптации. Маленьким югорчанам в этом помогают Колли Тайга и Лабрадор Рокет. Сколько здесь? Сколько? Один. Один. Давай, еще. Или на? Два. Два. Овчарка по имени Лиссандра спасла жизнь рыбаку. Мужчина сбился с пути, замерз и не мог двигаться самостоятельно. На помощь подоспели кинологи и их подопечная. Благодаря собакам в Югре ежегодно раскрывают более сотни преступлений. Сейчас в кинологическом центре округа насчитывается 150 хвостатых помощников. И собаки выручают человека постоянно. Просто за то, что они есть. Они друзья, друг человека. Всегда выручают. Есть кому плакать, рассказать свои проблемы. Он всегда чувствует меня счастливой, потому что он очень отзывчивый, хоть и непослушный иногда. Собаки прекрасны. Собаки, они преданные. Они показывают вот эту вот искреннюю любовь. Это чувство, которое мы, наверное, хотим видеть в людях. Собакам за верность. Все, наверное, так говорят. За то, что они хорошие друзья, за то, что они умеют улыбаться. Работы для собак сегодня предостаточно. Они могут быть космонавтами, пастухами, спасателями, ищейками, поводырями и даже терапевтами. Поэтому почаще им нужно говорить спасибо. Интересно, как бы это звучало по собачьей? Михаил Кичигин, Александр Шулдиков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Следить за новостями телеканала «Югра» можно в Инстаграме и ВКонтакте. А у меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра». Эльдорадо вновь открывает свои двери в привычном для жителей Ханты-Мансийском месте. Многие горожане уже успели оценить обновленный интерьер популярного магазина цифровой и бытовой техники. В новой концепции особое внимание было уделено организации торгового пространства и световому оформлению, благодаря чему магазин стал просторнее и светлее. Изменения всегда хорошо, если они к лучшему изменения. Поэтому приятно, ощущения позитивные, все здорово, замечательно. Обслуживающий персонал всегда вежлив, корректен. Магазин также работает как пункт выдачи товаров, заказанных на сайте и в мобильном приложении Эльдорадо. Здесь также появились новые интерактивные терминалы с полным каталогом товаров Эльдорадо и партнеров бренда, где покупатель может заказать то, чего нет на полках. Наш магазин стал еще более удобной площадкой, где посетители получат удобный доступ к тысяче наименований электроники и бытовой техники по наиболее доступным ценам, а также смогут лично протестировать и получить качественную консультацию, позитивные эмоции от процесса покупки. Ждем вас в Эльдорадо, заводская 11, торговый центр «Сатур». Сеть магазинов Эльдорадо продолжает радовать покупателей популярной акции «Гарантия низкой цены». Клиентам также доступны услуги по страховке, доставке, настройке и установке бытовой техники, не говоря уже о многочисленных промо-акциях и специальных предложениях для постоянных покупателей. Товары со скидкой, да еще и в рассрочку – это уже не мечта. Акция «Четкая комбо» будет действовать до 6 сентября. Товаров хватит на всех. Достаточно посетить привычное место в торговом доме «Сатурн» и самим почувствовать все изменения обновленного магазина «Эльдорадо». Субтитры создавал DimaTorzok